Здравствуйте дорогие друзья! Настает холода и встает вопрос о том, как же приобрести и как выбрать для себя, для своего пользования бензопилу. Сегодня мы об этом поговорим. Мы представили вам линеечку небольшую с бензопилами, начиная от недорогих, относительно китайских моделей, и дальше уже пошли более профессиональные пилы. И совсем профессиональных у нас в данный момент нет. И будем разговаривать только об этом. Вот. Начинаем. Начинаем мы, как правило, с китайских пил недорогих, недорогого сегмента. Здесь представлены у нас бензопилы фирмы Хётр, но также все недорогие до 7-8 тысяч пилы примерно по конструкции будут похожи. И даже запчасти будут подходить с этих пил на те пилы. Ресурс, в принципе, тоже один. Вот. Две данные вот эти модели примерно одинаковые. И вообще, как же вы будете выбирать? Вы приходите в магазин, хотите купить бензопилу себе. По опыту вам скажу, что вы купите инструмент не тот, который вам нужен, а тот, который надо продать продавцу. Поэтому сейчас мы поговорим о достоинствах, о недостатках каждых пил. И вы уже сами будете знать, на что следует обращать внимание, когда вы будете покупать. И, соответственно, продавец уже вас заблуждение не заведет. Вот. Начинаем с дешевых пил. Начинаем с расходки, с шины, с цепочки. И уже ближе сюда. Понятное дело, что на дешевых пилах будет и шина, и цепь идти бытовые. Ну, то есть, самые обкаточные, простые. Это не значит, что ими нельзя работать. Этими шинами и цепями, конечно же, можно работать. Но они будут быстрее тупиться, быстрее вытягиваться. И, соответственно, их придется быстро поменять. И точить такую цепь тоже, конечно же, придется чаще. Вот. Но вполне ими тоже можно работать. Дальше. По конструкции все они будут примерно одинаковые. То же самое здесь будет у нас идти. Крышка с безопасностью. То есть, у вас останавливается цепочка, если что-то произойдет не так. Вот. Она на всех будет моделях. И на дорогих, и на дешевых. Ручка. Вот. Потом крышки верхние, стартера. Это все у них, у всех, в принципе, одинаково. Основное отличие всех этих пил, это пильная гарнитура и... Ресурс наработки на отказ. То есть, если китайские пилы наши, вот эти вот, они у них в среднем ресурс 200-250 часов, то дальше уже сюда пилы пошли. У них ресурс уже повыше до 800 часов. Понятное дело, что в домашних бытовых условиях вам не нужен инструмент, который будет нарабатывать 800 часов. Вы в среднем будете работать 30-50 часов в год. Это вообще предел. При хорошей эксплуатации и китайский инструмент служит достаточно долго. Давайте поговорим о конкретных особенностях, а именно, к примеру, китайские берем. У нас здесь, как я уже сказал, шина и цепочка бытовые, но при этом, видите, очень длинное полотно и очень серьезная мощность. Но при этом пила сама по себе не дорогая, это примерно 6 тысяч стоит. Вот. Следующая китайская тоже самое, но уже шина, видите, покороче. Вот. Но при этом мощность тоже уже достаточно серьезная. И это тоже дешево, где-то 5-6 тысяч. Вы уже, соответственно, выбираете уже пиленую гарнитуру для себя. Если вам надо пилить что-то, ну, небольшое, 30-35 сантиметров диаметра, вполне можно обойтись короткой шиной и цепочкой. Зато, какие преимущества? Она дешевле в дальнейшем, когда вы будете ее сюда покупать следующую, и шина тоже самая дешевле. Сюда все это дело будет, конечно же, дороже. Если вы не пилите очень большие, там, 40-50 сантиметров диаметром, то смысла в такой шине нет. Дальше. Смотрим ближе сюда к двигателю. Что у нас, какие особенности? Это стартер. Стартера у нас бывают с вспомогательной пружиной, так сказать, Ergo Start, который облегчает нам заводку. И вообще, это же не значит, что если она дешевая и китайская, то она будет плохо заводиться. Конечно же, нет. Она будет заводиться так же, как и фирменный хороший инструмент. Как я уже сказал, будет единственное отличие. Это в ресурсе, наработке, на отказ и в качестве вообще самой детализации. Бывает Ergo Start, вспомогательная пружина. Бывает жесткий старт. Соответственно, Ergo Start вы не дергаете, тянете плавно на себя, и она заводится. Жесткие старты приходится выдергивать очень сильно. И они, как правило, бывает еще отдают в обратку. Дальше есть у нас подсос. Он у нас практически на всех пилах есть. Просто есть однорычажная система управления, есть многорычажная, как вот в данном варианте. И вообще, в китайских, оно примерно всегда одно и то же. Единственное, праймер бывает есть, бывает его нет. А так, зажигание, подсос, праймер. Все, это вот управление китайскими. Видите, здесь, и здесь то же самое у нас. Зажигание кнопочка, подсос, вот он, и праймер подкачки топлива. Праймер, как мы уже говорили в каком-то видео, облегчает нам запуск, потому что приходится дергать уже не 2-3 раза, и не 4, а, ну, вернее, не 4 и 5, а 2-3 раза. Вот. Дальше. Чемпиончики. По конструкции то же самое. Единственное, вообще фирма Чемпион у нас, это дочернее предприятие Husqvar на данный момент, и, соответственно, сегмент такой уже повыше классом, чем Хётр. Но это ещё не профессиональный инструмент, и даже это не класс фермер. Это всё равно бытовой инструмент. То же самое, как мы видим, у нас есть подсос, который мы используем при запуске, праймер подкачки топлива, зажигание. И здесь у нас идёт стартер, тоже идёт с облегчённым запуском. Есть у нас также, видите, бачки на Чемпионе, как, к примеру, на этом слабеньком рядышком. С одной стороны, как бы удобно, с другой стороны, неудобно. Удобно тем, что заливать не мешает ручкой, когда вы сюда заливаете, но неудобно тем, что бачки рядом, можно перепутать. Вот. Как мы видим, здесь у нас бачки находятся далеко друг от друга, бензиновый и масляный. Дальше. По однородно-рычажную систему это у нас в основном штили и идут кускварны, которые не китайского, а европейского производства. Это, к примеру, 140-ая, 135-ая. И штили, которые у нас в России очень широко используются, это в основном штиль 180 и 170, они тоже идут с однородно-рычажной системой управления. Вот. То есть вы нажимаете курок, уводите вниз, дергаете раза два-три, оно у вас схватывается, происходит первый хлопок, вы переводите в первое положение, вот сюда, в промежуточное. Дергаете, она у нас заводится, набирает обороты и нажимаете, он переходит уже в рабочее положение, глушим наверх. У штиллях нету ни праймера, ни подсоса, который надо вытягивать, он у нас все на одном рычаге. Это, с одной стороны, это очень удобно, но недостаток в том, что приходится дергать большее количество раз, в отличие от китайских вот этих вот пил. Вот. Это уже, как мы подошли, сегмент пил более, так, по ценовой категории подороже. Штилли где-то, начиная от 11-10 тысяч и повыше уже идут. У 170-го у нас всегда используется цепочка родная на 50 звеньев и шаг цеп... о, этот самый... толщина паза у нее 1,1 миллиметр. Это надо знать, потому что, если вы пойдете за новой цепочкой и купите 1,3, вы ее просто сюда не поставите. Толщину я имею в виду вот этой цепи. На 180-х штилях он чуть-чуть подороже. Вообще, они отличаются только вот этими моментами, то, что здесь цепочка используется потоньше, и мощностью. Здесь у нас 1,3 кВт, а здесь у нас 1,5. 180-й штиль гораздо распространеннее вообще в России. Он уже, не знаю, лет 12-13, точно, может и 15. Очень распространен. Сейчас стали делать еще чуть-чуть подлиннее шину на 55 звеньев. Раньше все были на 50. Про управление все то же самое. Однорычажная система управления очень удобная. вот так же, как и на 170-м. Все аналогично. И бачки, крышки, кстати, очень классные. То, что широкие горловины и такая, и такая. И они взаимозаменяемые. Это тоже очень удобно. Но у штиля, у этих обоих моделей идет только жесткий старт. Здесь нет вспомогательной пружины. Придется дергать резко. И много. Раза 3-4, чтобы завести каждый пылок. У скварно. У нас две модели кускварно есть на данный момент. Ну, у нас больше есть, но примерно одинаковые. Сейчас поговорим об этих двух. У кускварно очень хорошая идет амортизационная система. Очень она все эти поглощает виброудары. На руки, конечно, у вас будет защита очень хорошая. Видите, допустим, ручка стоит, а сам двигатель шевелится. Очень хорошо поглощает все эти вибрации. И так же, как и штиль. Здесь идет на 140-й, 135-й однорычажная система. Но они сюда еще добавили у нас праймер подкачки. Что у нас облегчает запуск. Вы будете меньшее количество раз дергать. Очень толковый выключатель. Удобный. Но это, конечно, ценовая категория уже повыше. Примерно под 15 тысяч стоит данный инструмент. Очень удобно, кстати, крышке к фильтру добираться. Отщелкнули ключом и все. По натяжителям цепи у китайских бывает сбоку, забыл вам сказать. Бывает вот отсюда натягивается. Бывает отсюда натягивается. Вот. То же самое, как, к примеру, на чемпионе. Видите, здесь у нас боковое натяжение отсюда. У штиля у нас бывает отсюда у слабого 170-го и старых 180-х. Сейчас у нас еще вот отсюда добавили натяжение, что облегчает нам. Соответственно, уже не надо лезть за шину куда-то. Вот. Дальше. У хускварны бывает еще такое роликовое натяжение. Сейчас у нас такой модели нет. А также тоже с боковое очень удобное натяжение. Здесь, кстати, на этой хускварне используют тоже жесткий старт. Придется дергать довольно-таки серьезно. Следующая модель это 236-я и 240-я. Эти модели производятся в Китае. Чем хорошо их покупать, сразу идет в комплект вторая цепочка. Вот. И вообще ценовая категория уже пониже. Где-то в районе 11 тысяч. Вот 236-я сейчас. Здесь у нас идет уже двухрычажная система. подсос, включение и еще также праймер добавили. заводить как бы их все равно просто. Заводятся без каких-то сложностей. Единственное, вот это все надо, конечно, самому уже делать. Здесь тоже жесткий старт стоит. Придется дергать сильно. И натяжение идет только сбоку, вот отсюда. Как бы то, что не очень удобно. Вообще по опыту вам скажу, что 236-я, 240-я, но чуть-чуть они, конечно, похуже работают, чем 140-я, 135-я, но зато они дешевле. Вот. Общую информацию я вам дал. Хочу сказать просто вот еще так поверхностно от своего как бы лица. Скажу вам следующее. Никто за рекламу нам не платит. Мы свое мнение выражаем опираясь только на свой опыт. Более 6-7 лет я уже занимаюсь инструментом. И скажу вам так. Есть денежки, конечно, можно купить дорогой хороший инструмент за 15-и за 20-и вы уверен будете довольны. Можно даже не смотреть кучу видео, ничего не самое, идти брать 20-и покупать инструмент и пилить и радоваться. Но на данный момент китайцы очень серьезно вступили в рынок. Продается примерно 10 китайцев однофирменная даже больше. 15 китайцев однофирменная. Поэтому плюсов у китайцев в отношении пример возьмем даже сейчас 180-170 и возьмем вот этот 45-е. разговора нет. У штиля будет у нас ресурс 800 как они заявляют. 800 они сейчас современные уже не наработают. Но что-то сломается если все это очень дорого. Оригинальные запчасти вообще стоят сумасшедших денег. Если вы будете ставить китайские запчасти, тогда какой смысл изначально ставить китайскую запчасть и получать китайскую пилу. Тогда лучше сразу купить китайцы. При хорошем обращении, при хорошей эксплуатации, при хорошей обкатке, правильное заливание масла и все такое, она прослужит у вас 5-6 лет, это минимум. А если что-то сломается, запчасти стоят копейки. К примеру, стартер на данную модель стоит 400-500 рублей. Стартер на штиля стоит около 1000-1000 даже больше. Это еще будет не оригинал, китайц. к примеру, поршневая стоит 1500 рублей. Там ее заменить можно самостоятельно. У того же штиля оригинальная поршневая будет стоить под пятак 6-7 даже тысяч. И при этом самостоятельно ее поменять очень сложно. Конструкция пилы довольно сложная. Берите китайские пилы. Не расстраивайтесь, что вокруг все говорят надо брать дорого. надо брать дорого, надо просто с умом подходить к инструменту. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт, мы его постоянно обновляем, добавляем, просто времени как бы мало. Но стараемся, заходите, подписывайтесь, пока. Так, и еще, как это под скриптом, маленькое отступление. Помимо бензиновых пил, конечно же, есть еще и электропилы. Если вам не предстоит бегать по лесам, пилить дрова и валять деревья, если у вас всегда есть доступ к электричеству, мы вообще советуем брать электропилу. По обслуживанию она гораздо проще. Тут не надо вам не разводить бензин, не заморачиваться с заводкой, дергать что-то и все такое. То же самое у вас пильная гарнитура, шина и цепь. Единственное у вас есть вот такой отросточек, который надо воткнуть в розетку. по поводу электропил скажу следующее. Конечно же они по мощам, хоть тут и пишут 2,5 кВт, конечно же чуть-чуть слабее, но если вы пилите острой шиной цепью, если у вас всегда залито масло для смазки цепи, работать можно и пилить будет отлично. Они по конструкции бывают у нас с таким прямым двигателем, и бывают с боковым двигателем. Вот у нас двигатель уходит сбок. На данный момент у меня только две китайских модели, это вот фирма HOPER, очень, кстати, неплохая на данный момент фирма. По защите все то же самое присутствует, я имею ввиду остановка цепи, у нас вот она есть, и безопасное включение, то есть только через кнопочку включаете. Ей можно также работать хоть боком, хоть к Лешнохаме, хоть как, как и электропилой, бензопилой. Но понятное дело, что работать гораздо проще. Не надо ни бензин разводить, как я уже говорил, ни масло покупать, и все такое. Советуем мы, если есть постоянный доступ к электричеству, конечно, использовать электропилы. Все, на этом уже точно все. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok